Игровой компьютер RASCAD Strike 520 – это система высокого уровня, способная удовлетворить требовательного геймера, не имеющего желания переплачивать за топовые бескомпромиссные компоненты. Компьютер базируется на беспроигрышной концепции, к которой прибегают как индивидуальные сборщики, так и крупные компании. Процессор Intel Core i5 или AMD Ryzen 5, недорогая системная плата формата Micro ATX, 16 или 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4, SSD объёмом 1 или 2 ТБ, упакованные в компактный современный корпус. Видеокарты могут быть разными, именно они в современной игровой системе определяют как уровень производительности, так и, к сожалению, цену. В старших системах такого рода стоимость видеокарты составляет не менее половины общих затрат. В нашем случае как раз пример такого рода. Цены видеокарт на базе NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в рознице начинаются со 100 000 рублей. Поэтому идея приобрести целый компьютер с такой видеокартой за 150 000 рублей очень привлекательна для всех, кто не рассматривает процесс выбора и сборки комплектующих как самоцель. При этом вся остальная конфигурация компьютера построена по принципу разумной достаточности. Здесь установлен младший в линейке Intel 10-ядерный процессор Core i5, справляющийся с любыми домашними задачами. Что же касается игр, то этот процессор способен нагрузить работы и более мощные видеокарты в любом режиме. Системная плата при этом недорогая, на чипсете Intel B760. Впрочем, могут применяться и другие системные платы с чуть большей или чуть меньшей функциональностью. От материнской платы просто требуется обеспечить надежную работу всех выбранных компонентов и небольшие дополнительные возможности расширения без лишней переплаты. Именно поэтому выбрана и память типа DDR4. На данный момент времени она дешевле, чем прогрессивная DDR5, но по итоговой производительности системы уступает ей куда меньше, чем в цене. Минимум для игровой системы 16 ГБ, поэтому лучше ориентироваться на 32 ГБ, как в изучаемом компьютере. Наш экземпляр игрового ПК снабжен SSD с интерфейсом PCI-Express четвертого поколения, емкостью 1 ТБ. С учетом размеров современных игр это не так и много, так что сейчас компьютеры рассматриваемой серии уже чаще комплектуются SSD объемом 2 ТБ, что более правильно. При необходимости можно установить еще один SSD формата M.2, а также добавить несколько SATA-устройств. Все это упаковано в относительно компактный корпус с четырьмя вентиляторами с подсветкой и окном из закаленного стекла в духе современных дизайнерских тенденций. Стоит отметить, что почти вся конфигурация является плавающей. Четко прописаны процессор и GPU, но не конкретная видеокарта с ним. Аналогично нет и указаний у модели системной платы, производителя памяти или конкретном SSD, только их емкость. Поэтому компьютер ориентирован на массового покупателя, которому нужно знать, как это может работать и сколько стоит. А производительность как раз и определяется теми компонентами, которые в спецификациях прописаны полностью. Мы провели тестирование и убедились в том, что в широком наборе реальных приложений все соответствует ожиданиям. В играх также нет никаких сюрпризов. Комплектная видеокарта отлично справляется даже с самыми современными проектами в разрешении Full HD и без особых оговорок в 2К. Играть в относительно старые игры, либо в современное, но с использованием технологии масштабирования типа DLSS, можно и в 4К. Во всех случаях речь идет о настройках на максимальное качество картинки, с трассировкой лучей и прочими современными технологиями. Некоторая неконкретность комплектующих возникает из-за того, что этими компьютерами занимается один из крупнейших их дистрибуторов. Соответственно, в сборке идет то, что наиболее выгодно на конкретный момент. И практически без наценки. Поэтому при покупке такого же набора железа в розницу сэкономить не выйдет, а производитель зарабатывает на вилке между розничными и оптовыми ценами. Так что компьютеры Раскат Страйк 520 очень удобны и выгодны для тех, кто самостоятельную сборку как самоцель не рассматривает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова